Привет, ребятки! Вы находитесь на канале Будни Инвалиды. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас наикрутейшая поездка по городу. Буду вам все показывать, где живем, как живем, районы и все остальное. Так, это наш любимый район. Заин года называется. Частный сектор. Вот такой вот. Везде елки. Сосны ели, 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 не наелись. Вот, смотрите, видите? Частный сектор. Все топят дрова, газа нет. Все покупают дрова. Мы сегодня по национальному признаку. То есть, что видим, то и говорим. Куда едем, то и показываем. Вот такие магазинчики у нас есть. Когда Варламов к нам приезжал в город, он сказал, худший город России. Потому что грязный. Но есть такое, бывает, да. Потому что вот в нашем районе, допустим, заин года, у нас нет вообще мусорок. То есть, вот мусорные баки, да. Магазин, елочка. Вот такие дома старые. Вот эти вот двухэтажки, они тоже топятся дровами. Заезжаем на мост. Это мост через Ингаду. Когда раньше у нас была, знаете, какая поговорка? За Ингада страна чудес. За мост зашел и там исчез. Было такое дело. Вот здесь, смотрите, у нас река сейчас будет. Вот здесь ресторан. А там река. Ресторан называется тоже Ингада. Вот через мост проезжаем. Причем единственный мост на наш район. Да, на наш район только через этот мост. Если он развалится, все, мы как на острове будем. К нам не попасть. Только через мост? Только, да. У нас в каком-то году? В каком году, братан? В 91-м. В 91-м году было такое затопление, что проплывали на понтонах через реку. Движение, конечно, интенсивное, потому что будний день. Все ездят. Все ездят. Куда только ездят. И ладно, мы по делам, а они куда, не знаю. Спасибо. Спасибо, пропустили нас. Вообще, вот все говорят, кто приезжает в наш город, что у нас водители вежливые. Что пропускают друг друга, говорят спасибо. Удивляются, что у нас культура вождения у водителей. А, кстати, вот это поликлиника, в которую я мучительно ходил, сколько времени. Но мы с вами еще пойдем в нее. Смотрите, фасад красивый. Но если зайти с торца, не с торца, сзади этого здания, то есть такого там фасада, конечно, нет. Это здесь так губы накрасили. Это вот мы едем по району Остров называется. Вот Спутник, раньше кинотеатр был. А сейчас не знаю, что там. Кто не знает, что там, пацаны? Знаю, что там кружки проводят, да? Скорее, пятишек на мероприятия разные. Военнослужащие ходят. Ну, понятно, бабки грибут, как обычно, да? Ну да. По-видимому. Вот, мы почти проехали остров. Мы сейчас едем на Московский тракт, так называемый. Это такая, ну, дорога, да, как бы называется, Московский тракт. Вот видите, да, сопки везде. Везде сопки, как я вам говорил. Наш город окружает сопки. Из-за этого часто у нас и смог. Интересно, почему называется Московский тракт, кто-нибудь знает. Потому что он выходит на федеральную трассу. Так, он выходит на федеральную трассу, вот эта дорога, и поэтому называется Московский тракт. То есть, если мы сейчас поедем, можем в Москву уехать, да? Круто. Ты не кивай, а говори. Настроение у нас сегодня клевое. На улице всего минус 9 градусов. Вообще тепло. Тепло, классно. Ну, для зимы это чем-то. Ездим мы по правилам. Смотрите. Видите? Не больше. Шестидесяти. Не больше шестидесяти. Все. Все как положено. Ну, вот тоже, смотрите, опять же, частный сектор, частный сектор. Везде частный сектор. Так, сейчас у нас справа будет, как она называется? Смотровая площадка. Смотровая площадка. А, ну, это туда выше, да, если? Да. А справа? Вот она тут. А. Справа, вот здесь. Смотровая площадка. А, она так и называется, смотровая площадка. Ну, там часовня какая-то. Там часовня, да, стоит. Ну, сейчас мы ее так проезжать будем. Вот и стошки разные. Дороги, в принципе, я вот так, как сказать, вот в прошлом году хорошо сделали, в принципе. Вот сами видите, да, хорошие дороги у нас. Причем, в каждой сопке есть название. Эта сопка называется Титовская. Да, это сопка Титовская. И каждую сопку, да, по-своему называют. Вот сейчас вот сниму. Вот часовня, если видно вам. Мы как-нибудь сюда с вами еще приедем. Посмотрим. Старый замок. Вот видите, вот такие вот места красивые. Отсюда сейчас вот можно видеть, в принципе, весь город. Отсюда видно. Вот если ночью сюда приехать, то вообще красота. Весь город светится. Здесь же внизу железная дорога. Здесь опять же сопка, смотрите. Весь город у нас спуск, подъем, спуск, подъем. Кстати, сегодня у нас поездка. Если все хорошо, я вам завтра расскажу, куда мы ездили, зачем и для чего. Это будет для вас открытие. Будет сюрприз. Ну и опять же, смотрите, опять же, частный сектор. Кто удивлялся, что почему у вас там воду возят. Вот эти все дома, да, вот процентов, наверное, 70, да, у них нет скважин. То есть ездят за водой, с тележками. Это для нас норма. Для Читы это норма. И это у нас уже район, как называется? Железнодорожный. Железнодорожный район мы приехали. Первая Чита. Первая Чита называется. Железнодорожный район. Ну, здесь вот, соответственно, уже, как бы вот уже пошли многоэтажки. Пяти, девяти, девятиэтажные дома. Вот здесь у нас колледж, да, по-моему? А, мы проехали колледж. Училище. А, училище здесь. Железнодорожное училище. ПТУ учат мастеров, железнодорожников, ну, в общем, всех сварщиков. Братья у меня там учились. Они вот даже проехали и прослезились, как они тут проводили свои студенческие годы. Вот, как заметили, да, по дороге у нас в основном ездят японские машины. Процентов, наверное, тоже 70-80. Это японки. Правый руль, потому что все у нас идет с Владика. Все машины. Наших машин очень мало. Они, как бы, и по обслуживанию недорого стоят, да, их обслуживать. Потому что запчасти тоже везут из Китая, отовсюду. Ну, и, как бы, они и покомфортнее, чем, допустим, взять те же Жигули 7-ку. Там, восьмерку. То есть, земля и небо, грубо говоря. Машина, ты для говоришь, что всех стрельников. Ну, а что поделаешь? Да ничего, ничего, ничего. Разберялся. Машина, она есть машина. За любой машиной, конечно, нужен уход. За любой машиной нужно следить. Колите, лелеете. Вот такие дома многоэтажные. Нам еще долго ехать, Андрей? Пять минут. Пять минут. В общем, вот такой вот город. Сейчас, братан, сними меня так же, как в начале. В общем, вот так вот мы прогулялись сегодня по городу. Если вам понравилось, будем продолжать такие же влоги. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ставьте колокольчик. Всех обнимаю. До новых встреч. До новых встреч.